МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины меньшины на нашем канале. Устуды Рына Смольская. Витаю вас и головная в выпуск. За счастливое дятинство масштабная добраченная акция на период дни дня обороны детей прошли у областным роддома. На медальной хвале перспективных зорок, айчинок и плаванья открыл чемпионат в области Услуцку. Привыкла к воде, я не могу, просто без воды еще. Виктория Свирская про ты, кто отшувайся, веяк, рыба в воде. Солодкие шедевры у Минским областным краезнаучим музея открылась выстава композиций сукерок. Словно вы попадаете в кондитерский магазин или на кондитерскую фабрику. За счастливое дятинство масштабная добраченная акция на период дни дня обороны детей прошла у клиничным родильным доме Минской в области. У гостя до медицинских специалистов у Матуль пришли губернатор Борис Батура, так само старшиня Белорусского союза жанчин Надея Ермакова. Областный родильный дом – один из передовых медицинских центров Украины. Высококлассные специалисты и сучасные обсталявания допомагают выращать головную задачу, допомогать каждой семье иметь здоровых детей. За больше, как 30 годов своего основания тут приняли коля 100 тысяч родов. Все лета уже заявились на свет амаль 2 тысячи новородженных. Медустанова мае сертификат НЮНСФ из усветной организации аховы здоровья больница «Добразышливая для дитяти». Гости ознайомились с працей медицинского коллектива, погутарили с жанчинами, которые в первую очередь стали матулями и вручили всем подарунки. От спонсоров клиника отримала сертификат надбыть о нового обсталявания. С вашим счастьем, появлением этой крошечки. И вот такие вот. Первый раз очень понравилось, очень хорошо. 55 сантиметров, 3,710. Мы частенько говорим, что мы действительно отвечаем за этого ребёночка от рождения до выписки домой. Уровень обслуживания в роддомах, а у нас их 21 в области, конечно же, хороший. И сами цифры, вот эти результаты подтверждают это. Но в связи с тем, что вот надо и демографическую ситуацию поправлять, и создавать условия для родов, конечно же, надо расширять. И увеличение родов в нашей области заставляет нас идти на то, чтобы увеличивать количество таких учреждений. И в Заславле мы приняли решение, что будем делать роддом. Тем часам по выниках навучального года в Жодзине узнагородили самых талиновитых юнаковых девчат. 43 выдатники, переможцы международных республиканских, областных олимпиад, навыково-практичных конференций отримали дипломы, солодкие почастунки и грошовые сертификаты. В Жодзине коля 300 одоранных детей. Усим им мэр города уручил узнагороды, а батькам талиновитых детей выказал подяку за достойное выхование молодого поколения. Пригласили меня сегодня на это мероприятие в качестве призера международного конкурса фестиваля «Катюша», который проходил в Москве, точнее в Мятищах, то есть в московском районе, на котором я заняла второе место. Я участвовала в научно-практической конференции в городе Стамбуле. Это международная конференция, называется «Инеба». И я стала победителем данного конкурса. У меня серебряная медаль. Мы работали, получили награду, и за это еще получили большое спасибо. До надзвычайных здарений у пожара у древа працучен цех у Марьиной горцы ликвидовали вратовальники. Здарения отбылось и у ночи. Про узгорание на пульт 101 поведомил диспетчер-раховник. У вынику огнем пошкоджено 5 кубометров готовой продукции. Потерпел их няма меркованная причина – неосторожное выходжение за огнем. Виноватые особы устанавливаются. На медальной хвале перспективных взорок и отчинного плавания открыл чемпионат в области у Слуцку. Амаль 80 спортсменов из усих районов Миншины змагалися за право зваться лепшими. Сярод фаворита у команды Солигорского, Минского, Молодечинского районов. Не подвяли за узятару и господары с поборненством. Слуцкие плывцы не раз гучно заявляли про себя на международных споборненствах. Недавно вернулись из Германии и Австралии, где стали переможцами и призерами. Виктория Свирская про тех, кто литерально отшивая себе, как рыба в воде. В немецком Мюнхене, где споборничали больше 4,5 тысячи плывцов, случайно Карина Калинина опынулась на вышине. Своих соперников обошла на спине. 200 метров ухопила девочинцев стать бронзовым призером. Как рыба в воде, это докладно про ее. У своей 13 коры на кандидату майстры спорту теперь рихтуется стать майстром. Кожную хвилину юная спортсменка робит черговый крок на сустры шмары. Она живет этим, она горит. Тренируемся мы два раза в день. Представляете, я их восьми в школу, она приходит к шести на тренировку. Мы здесь отплываем 3,5-4 километра с утра, и она идет в школу учиться. Отучилась, пришла домой, поведала и бегом сюда на вторую тренировку. Прибегает домой, уроки. В общем, график, конечно, очень жесткий. На сегодняшнем чемпионате Минской области элита плаванная. Сирот-фаворитов и чемпионка Беларуси на дистанции 100 метров батерфляем. Ганна Яренко и Дасенни с хвалеванием рассказывает про почестный титул. Тяжелая была уреба, тяжелый труд перед этим был, и много работы было сделано, и вот достойный результат. Маленький Даник только-только вернулся за Устралию, одразу с четырьмами-далями. Хлопчик не пропускает ни водного споборництва. Утым лику и олимпийские гульни. Правда, на их он покуль только глядач. Олимпиаду все время смотрю, когда она идет. Вот прошлым летом смотрел Олимпиаду. А сам хочешь поездить на Олимпиаду? Да, очень. У Знагороды это вядома выдатно. Вот только головная, на думку тренера Даника и его ж батьки, удел. И все медали однольково каштовные. Самое главное – это участие. То, что он посмотрел мир, увидел пловцов. То, чего мы когда-то в свое время не видели, сейчас он все увидел. Он общался с американскими сверстниками, с юарбами, командой. Когда три с половиной тысячи человек, знаете, какой ажиотаж. Мы такого еще не видели. И поэтому все медали для меня одинаковые. Они очень ценны. На переде у слудских плывцов, да и у вогули у спортсмена уменьшены великие старты. На приконце липеня чемпионат краины. Тогда же пройдет и отбор на Европу. Виктория Исвирская, Илья Пучко, Минщина. Модно не палить. 31 мая – Сусветный день без табака. Дату 25 году тому установила Сусветная организация «Ховы здоровья», как звернуть увагу людей на шкодную звычку. Поводли до один их социологу. Курить у Беларуси коля 30% у насельництва. Ужодине Сусветный день без табака отзначили социальные акции. Волонтеры, представники молодежных организаций города, эпидемиологи, закликали людей обменять сигарету на цукерку. Очень многие откликаются на нашу акцию. Многие даже меняют целую пачку. То есть в пачке 20 сигарет, они получают 20 конфет. Один участник из, может быть, 50 задумается, что действительно, может быть, мне заняться спортом, начать заниматься музыкой, путешествовать, заниматься туризмом, в конце концов, чем курить. Подрастает ребенок, он смотрит, как это все. Поэтому надо бросать курить. Я считаю, что это правильно. Устранение этой вредной привычки сильно не скажется на здоровье. Главное иметь желание, захотеть бросить курить и не давать себе поблажек. Солодкие шедевры у Минским областным краезнаучим музея открылась выстава композиций с тукерок. Букеты, весельные скульптуры, картины. Усё со смаком шоколаду. Ауторы экспозиции – Вольга Спиридона возмолодечна и Святлана Выдерка-Сгродна. Майстры-дизайнеры мкнутся бачить узвычайным-незвычайное. Шоколадно-кветковым декором творцы займаются не первый год. Суместная выстава – первый крок. До речи для музейных залов такие экспонаты так само на вину. Тому и текавность для выставы великая. Выставка очень красивая, очень яркая. Но самое, пожалуй, интересное, когда в солнечный день в зале пахнет конфетами, словно вы попадаете в кондитерский магазин или на кондитерскую фабрику. Так что тут всегда многолюдно и со всех сторон слышны возгласы восторга. И на этом у меня не все. Добрых вам новин и до встречи.